Первым пунктом экспедиции на пути к цели стал небольшой посёлок Уктур Хабаровского края, добраться до которого можно автотранспортом. Дальше путь по тайге возможен только на снегоходах. Несмотря на то, что место захоронения территориально находится в Ванинском районе, добраться до него из-за труднодоступности можно только из Уктура, посёлок совсем молодой, недавно отметивший 50-летний юбилей. Мы готовы всячески содействовать, чтобы эта тайна стала известна и стала достоянием не только людей-исследователей, а широкой общественности. Далее, пересев на Бураны, предстояло преодолеть более 50 километров по Таёжным перевалам. Дорога сложная, техника то и дело вязнет в снегу, летом проехать невозможно. Трудно представить, как люди добирались в эти края 100 лет назад. Наконец, потратив половину светового дня, экспедиция добирается к месту захоронения. Охотник Виктор Власов, обнаруживший находку на своих угодьях, хорошо знает это место. Ну как охотник-то ходит? Видишь же, олени тут ходят. Шёл за оленем, такой стоит. Такой качественный чугун, я не знаю, что это за человек был такой. Ну в наше время, что потлили такое кому-то, кто упал в тайге. Надпись на массивном памятнике, сделанном из литого чугуна промышленного литья, гласит, что здесь в 1899 году похоронен и народец Якутской области первого Тельменского наслега Восточного Улуса, ныне Мегино-Кангаласского Улуса. Николай Петрович Яковлев. По одной из версий, этот человек мог быть связан с именем известнейшего купца, богатейшего человека Якутии, советника императорского двора Гаврила Никифорова. Гаврил Васильевич Никифоров Маняттахова, он купец первой гильдии, он только проверенных близких людей, я думаю, с собой брал. Или они были представителем Маняттаха здесь, в этих краях, или они здесь работали, искали золото. Вот два варианта. Сегодня трудно сказать, как здесь оказалась могила Николая Петровича Яковлева, выходца Мегино-Кангаласского Улуса, и как он оказался за 3000 километров от родного дома здесь, в глухой тайге. Но однозначно можно сказать, что могила, такая могила оказалась здесь не просто так. Кто же здесь лежит и как он здесь оказался, свет на эту историю должны пролить историки Якутии. Стас Михайлов, НВК Саха, Ванинский район Хабаровского края.